В конце декабря в христианском мире стала очевидна неприятная ситуация с христианским апологетом, известным своим обширным плодотворным служением и многочисленными трудами, ставшими благословением для многих христиан. Его обвинили в непристойном поведении сексуального характера. И, к сожалению, эти обвинения подтвердились независимыми исследованиями и признаны правдивыми представителями его служения. Вследствие этого многие христиане находятся в смущении. И в связи с этим я хочу задать несколько вопросов пастору Алексею Коломитцеву. Мы не будем столько обсуждать саму ситуацию, сколько те вопросы, которые она вскрывает. Как подобные вещи могут происходить с христианами? И могут ли вообще? Как христианам правильно реагировать на подобные ситуации? Об этом наш сегодняшний разговор. Алексей Алексеевич, может ли так быть, что находящиеся в продолжительном грехе люди спасены, и они просто борются с грехом? Или же все-таки это признак неспасенного человека? Продолжительный грех годами. Да, очень трудно ответить на этот вопрос. Очень трудно, потому что, когда Иисус Христос объяснял ученикам природу внешнего выражения церкви, и он делал это через притчу о плевелах, то он тогда сказал очень ясную идею, что очень часто трудно отличить настоящий колос от плевела. И помнишь, в этой притче сказано, что когда работники говорили, пойдем выберем эти плевелы, он говорит, подождите, хозяин останавливает их и говорит, чтобы вам не вырвать пшеницу вместе с плевелами, подождите, оставьте, и потом во время жатвы все будет ясно. Причина этого в следующем. Если посмотреть на духовный рост, на преображение в образ Христа каждого человека, то в любом случае это борьба с грехом. Это всегда борьба с грехом. И если мы посмотрим на духовный рост, то он продолжается всю жизнь. Это значит, что человек борется с одним грехом, борется с другим грехом, борется с третьим грехом. С какими-то грехами больше занимает время, с какими-то грехами быстрее, возможно. Ну, если вот давай посмотрим на такую конкретную, очень важную часть жизни каждого человека, это способность любить других, это способность в смирении приходить к людям. У меня есть такая программа, я с несколькими братьями занимаюсь, и мы делаем оценку характера, и каждый потом смотрит, над чем ему нужно работать, какие вопросы для него более важные, где нужно больше концентрироваться. И мы приходим достаточно быстро к выводу, каждый приходит, что это не так, что вот он определил, что у него не хватает способности любить ближних, братьев и так далее, что он просто сейчас обратит на это внимание, и сразу все отремонтируется и будет нормально. Да, он будет внимательным, он будет стараться снисходить и относиться с добрыми чувствами к каким-то людям, но это все только усилия, которые вот сейчас сосредоточены в одной точке. Но для того, чтобы сердце стало таким широким и любящим, нужно время, нужен процесс познания Христа, нужен процесс реального подчинения своего внутреннего мира Христу. Вот почему апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, где он в третьей главе молится о верующих, и он говорит, он просит, да даст вам прочно укрепиться духом его во внутреннем человеке, и дальше подчеркивает, верой вселиться Христу в сердца ваши. То есть он вот об этом конкретно говорит, о процессе постепенного подчинения своего внутреннего мира Иисусу Христу. А это занимает годы. Это вся жизнь. То есть мы не можем сказать, что если человек борется с грехом, он должен его победить в короткое время или длинное время. Самый главный вопрос, который я вижу ответом, или ответ на этот вопрос в восьмой главе послания к Римлянам, это вопрос, борется ли? Есть ли реальная борьба? В седьмой главе послания к Римлянам апостол Павел говорит очень конкретно, он говорит, доброго, которого хочу делать, не делаю, а злое, которое не хочу делать, делаю. И дальше он заканчивает таким отчаянным восклицанием, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. И дальше в восьмой главе он дает ответ, вот там кульминация, там разрешение вот этого напряжения, которое возникло. И суть этого разрешения можно свести к главной формуле. Если есть борьба, серьезная борьба, которую человек ведет против греха, это главная точка, которая определяет, спасен он или не спасен. Конечно, со стороны нам трудно сказать иногда, есть ли там настоящая борьба. Но вот в этом принципе есть ли какая-то градация по грехам? Вот, например, если человек годами борется с порнографией или находится в прелюбодеянии. Можем ли мы также сказать, что, ну, возможно, он борется? Мы не знаем. Здесь есть несколько уровней градации. Конечно же, любой грех, он имеет два измерения. Одно измерение – это грех, любой грех, как восстание против Бога, когда Бог говорит, это нельзя, не делай, а человек делай. И другое – это грех, который производит зло. И вот в первой категории любой грех является одинаковым вызовом против Бога, против его святости. Вторая категория – это она имеет, или вторая сфера, она имеет разные уровни. Ну, например, что мы скажем, если человек говорит, он убийца, и он вот просто учится, преображается в образ Христа, ну, вот в прошлом году убил троих, а сегодня только двоих в этом году. Мы понимаем, что это грех, который производит столько зла, что это недопустимо, его нужно контролировать. Вот точно так и разные другие грехи. Например, человек использует наркотик, и наркотик, он перепрограммирует его мозги. Вот. И это грех, который, ну, приносит существенное зло. Он является грехом против Бога. Но самое большое – это то, что человек портит вред, наносит себе вред, такой, что он не способен будет жить. Это же не отменяет принцип, что он борется. Возможно, он борется с этим желанием принимать наркотики. В данном случае речь идет о борьбе, которая должна быть намного более серьезной и сконцентрированной. Вот. Это одна сторона. Вторая сторона – когда мы говорим о служителях или о служении вообще. Дело в том, что вот в этой сфере, второй, к служителям отдельные, более высокие требования. И Писание ясно говорит об этом. Первое послание к Тимофею, третья глава. Послание к Титу, первая глава. Первая Петра, пятая глава. Вот везде, во всех этих местах, очень ясно сказано, что служители – это не святые. Речь не идет о том, что они абсолютно безгрешные люди. Нет, они тоже борются с грехом. Но то, что касается вот этой второй сферы, служители должны быть более сконцентрированы на этой борьбе. Они должны быть более эффективны в этой борьбе. Если у них там провалы, эти провалы намного дороже будут обходиться. Стеросфера – это видимая сфера, то, что видят другие люди. Вот почему. Не только видимая, а то, что производит зло на других людей. На большее количество людей. То есть, они вредят не только себе. Да. Вот почему, когда мы читаем первое Тимофею, третья глава, там апостол Павел, говоря об этом, он касается таких серьезных вопросов, как «Но епископ должен быть не порочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинин, честен, стандолюбив, учителен, не пьяница, не биться, не свардив, не корыстролюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание и со всякой честности. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись от церкви, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился, не попал в осуждение с дьяволом. Надлежит ему также иметь добрые свидетельства от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую». То есть, вот заметь, сколько здесь квалификаций, и все они касаются его освящения, по сути дела, его борьбы с грехом. И все они очень ясно сфокусированы на его возрастающей или, так скажем, более прогрессивной способности контролировать свои похоти, контролировать свой темперамент и своей жизнью подавать хороший пример тем, кто его окружает. Может ли так случиться, что Бог продолжительное время мощно использует человека, невозрожденного человека, или который находится в длительном грехе, как проповедника своего царства? Ну, смотря в каком смысле мощно использует. Ну, вот так сильно, как это было с Рави Захараси. Если мы говорим о том, что может ли Бог использовать неверующих людей для достижения своих целей, то, конечно, да. Мы читаем 45 глава книги пророка Исаии, где Бог называет царя, языческого царя Кира, своим помазанником. Помазанник – это мессия. То есть, он в каком-то смысле называет его своим мессией. То есть, он берет этого неверующего человека и через него достигает определенной цели для царства Божьего. Конкретная там цель была, если запомнишь, Кир издает указ о том, чтобы народ израильский из Вавилона вернулся из пленения, вернулся назад в Иерусалим и восстанавливал храм и город потом. Так вот, в данном случае мы ясно видим, что Бог использует неверующего человека для достижения этих целей. Здесь вопрос не в том, может ли Бог или не может. Вопрос в том, это нормально, или же это просто исключительные случаи какие-то, в которых мы видим, Бог просто решает взять человека. Например, дедушка моей жены, он был из нехристианской семьи, он совершенно не был связан никак с верующими, и вот в сороковые годы он читал Толстого. Толстой, как известно, был человек, отрицавший божественность Христа. То есть, он нехристианин в библейском смысле этого слова. Но он в своих произведениях цитировал Евангелие. И вот этот дедушка читал эти выдержки, цитаты из Евангелия, и пришел к Богу. Это в сталинское время. Он пришел к Богу в сталинское время. Причем, смотри, там не было евангелистов, не было душепопечителей, не было пасторов, церкви не было. Он никого не знал вообще. Это сороковые годы, когда Сталину власти, сразу после войны, и когда за то, что человек верующий, его могли отправить на 25 лет в лагеря в Сибирь. И вот этот человек приходит к Богу. И не просто пришел к Богу, и так втайне. А он понимает, что его следование за Христом несовместимо с партией. Он был партийный человек, инженер, на большом предприятии руководитель был. Он приходит к парторгу своего завода и кладет партбилет. Ты можешь себе представить, в годы Сталина отказаться быть членом партии. Уже заодно это тебя расстрелять могут. И там не было никаких инструментов, которые бы его утешали, поддерживали, молились за него, как-то там стояли рядом, подписывали за него подписи, чтобы его защитили. Нет, вот этот человек просто, его Бог коснулся так, что он понял, что он не может быть членом партии. И он еще не был членом церкви. Он не знал церкви, он не знал верующих. Все, что он знал, он у Толстого прочитал выдержки из Евангелия, и он понял, что Христос Спаситель. И он готов был рисковать своей жизнью. И там закончился большим суддом, и он потом вынужден был бежать, и убежал в другой город. И очень сложная была история, в которой он потом нашел церковь. Так вот, речь идет о том, что Бог использовал Толстого, неверующего, чтобы он написал места Писания, для того, чтобы однажды вот этот Петр, который прочитал эти слова, вот так радикально изменил свою жизнь, став христианином. То есть, конечно, Бог может это делать. Но здесь немножко другая ситуация. Здесь не просто кто-то что-то написал один раз, будучи неверующим, а здесь вот целое, большое, целенаправленное служение. Я, наверное, задам следующий вопрос. История знает немало таких вот случаев падения великих служителей, известных религиозных деятелей в разных сферах. Мы не говорим только о сексуальной сфере. Вот почему это случается? У них больше искушений, чем у других? Или это просто более публично? Если служитель владеет массажными салонами, я бы здесь задал огромный вопрос. Почему? Самый первый вопрос я бы задал. Почему? Зачем служителю дополнительный бизнес, причем такой сомнительный? Это самый первый вопрос, который возникает. То есть, если мы говорим о конкретной ситуации, о конкретном человеке, о конкретных обстоятельствах, то здесь нужно подробно смотреть на суть того, что движет человеком, на его внутренний мир, на его ценности, которыми он живет. И когда мне говорят о том, что этот человек, этот служитель занимается каким-то еще делом, это возможно. Павел шил палатки. То есть, был конкретный случай, но у Павла была необходимость. Если посмотрим на современных служителей в Америке, то здесь больше ситуаций таких, в которых большой необходимости у служителей нет. от такого уровня, большой необходимости заниматься каким-то... Это не говорит о том, что они не могут заниматься. Они могут, если у них есть время, возможность. Но здесь вопрос стоит, каким бизнесом. И когда мне говорят о том, что какой-то служитель держит массажный салон, то вот эти две вещи несопоставимы в той системе ценностей, в которой должен жить служитель. Почему? Потому что массажный салон – это очень специфический бизнес. И для того, чтобы человек именно им занимался, ну, должны быть объяснены причины, почему он именно этим занимается. И потом, когда выясняется, что, оказывается, для него это была сфера, в которой он имел какие-то свои греховные желания или реализовал эти желания, это, конечно, серьезно говорит о общем. Но вы сейчас говорите о том, как должны были на него посмотреть служители. Но если говорить о сути вопроса, о факте, как такое может произойти, что человек прожил до 70 лет, и вот почему служители, это не единственный случай вообще в истории христианства, что служители подвержены вот таким грехам, а не только таким, славе, власть, деньги, вот эти вот сферы, почему это настолько уязвимые сферы, и почему они вот падки в этих грехах? Да, ну, самая первая причина в том, что каждый человек грешник. Это значит, что он склонен к каким-то грехам. У одного человека одни, у другого другие. К этому нужно добавить следующее. Дьявол особенно агрессивно атакует служителей. Поражу пастыря, рассеются овцы. То есть, если дьявол поразит рядового человека, то вместе с ним упадут еще несколько людей, которые как-то его знали, считали христианином и увидели соблазн в нем. Если же дьявол поражает более известного человека, более влиятельного человека, человека, который отвечал за какую-то группу людей, который был моральным маяком для какой-то группы людей, то очень много упадет вместе с ним. Вот почему Иаков предупреждает, немногие делайте с учителями, чтобы не навлечь больше осуждений. Потому что чем больше человек говорит, тем больше положительного и отрицательного влияния он может иметь. То есть, дьявол атакует служителей сильнее. Причем по всем фронтам. Теперь, когда мы говорим о том, почему именно в этих трех сферах, и эта сфера, ты уже назвала, это могут быть деньги, это может быть слава, это может быть похоть. Ну, наверное, эти три сферы, они в большей степени оказывают вот такое негативное влияние. Это имидж такой для людей, где соблазн больше. И поэтому дьявол и использует именно эти вот качества. Конечно, здесь очень важна, на мой взгляд, очень важна общая философия жизни прежде всего самого служителя. Это самый главный вопрос. То есть, когда мы говорим о том, что человек посвящает свою жизнь служению, то здесь очень важно, чтобы для него самым главным источником, практическим источником его радости, радости, его внутренней security, вот безопасности, его мира в сердце, его удовлетворенности, чтобы этим источником был Христос. Если Христос не будет, или, так скажем, если Христос недостаточно является источником радости для человека, для любого, для служителя особенно, он будет искать радость где-то в другом месте. Ну, если посмотреть практически сегодня, как тем христианам, которые смотрели на Рави Захарасе как на духовный авторитет, как на какой-то моральный маяк, как им сегодня реагировать на эту ситуацию и не впасть в этот соблазн, чтобы Сатана как раз не достиг вот этой цели, о которой вы говорите? Это, конечно, немножко сложный вопрос. Почему? Потому что, если мы посмотрим конкретно на Рави Захарасе, он, в общем, не был пастором. Он был апологетом, который говорил много правильных вещей, и эти правильные вещи, они не перестают быть правильными от его поведения. Это не зависит от его поведения. То есть, что-то правильно, верно или неверно не зависит от того. Другое дело в том, что здесь возникает вопрос, если человек очень ясно аргументировал существование Бога, очень ясно аргументировал важность иудео-христианских ценностей, то есть, библейских ценностей, очень много говорил о эксклюзивности Иисуса Христа, о том, что Христос должен быть Господином жизни, и одновременно с этим ввел параллельную жизнь, которая противоречила вот этим ценностям. это ослабляет его свидетельство в поддержку этих истин. Но это не делает эти истины правильными или неправильными. И вот точно так нужно относиться. То есть, когда мы смотрим на те аргументы, которые он приводит, например, вот один свежий пример, который очень ясный. Дональд Трамп, уже бывший президент Соединенных Штатов, он говорил много правильных вещей. Почитая его ссылки на христианство, ссылки на Библию, ссылки на Бога, они во многом, я не могу, я не анализировал их все, но я несколько высказываний встречал, которые были очень точными. Но он своим поведением, своими действиями часто дискредитировал вес этих всех ценностей. Так вот, от того, что Трамп своим поведением дискредитировал многие библейские ценности, эти библейские ценности не перестали быть истинными. Они так и продолжают иметь свою собственную ценность, объективную, независимо от того, как к ним относился конкретный известный человек. Почему Иисус Христос очень серьезно предупреждал о опасности соблазнов? Он говорит, должно соблазном прийти, но берегись, чтобы ты не стал источником соблазнов. И он говорит, лучше бы тебе было камень на шее и в море. То есть, это очень серьезно, если кто-то вводит соблазн других, это очень серьезная ответственность перед Богом. Очень серьезная. Вот почему Библия и представляет такие серьезные требования. К слушателям. Совершенно верно. Спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы нас слушаете. Подписывайтесь на наш канал Слово Благодати и делитесь нашими материалами со своими друзьями. Ну и, конечно, пишите нам свои комментарии и присылайте письма. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»